я приветствую всех на нашем канале сегодня покажу вам как сажать вишенку в принципе посадки вишенки ничем не отличается от посадки яблонь то что мы с вами сажали единственное только что плодовую яму для посадки мы вырываем это 40 сантиметров глубиной и где-то 80 сантиметров ширину приблизительно технология посадки такая же как и у яблони у меня готовая яма я на дно засыпала 30 граммов суперфосфата так как грунт у меня очень скудный это песок голый песок и яму я вырвала чуть больше и в глубину и в ширину и засыпала его питательной смесью в нее я всыпала ну даже вот видно здесь у меня добавлен немного рыжего торфа не кислого питательный грунт просто чернозем немного добавила песку два ведра компоста немного перегноя где-то пол ведра я добавила здесь около двух килограммов древесной золы если у вас нет золы в общем-то сильно не расстраивайтесь можно добавить одного перегноя и компоста это будет идеальная земля и тут дерновой землю которую вы землю которую вытащили с посадочной ямы но помните всегда питательный слой это верхний слой это где-то 20-25 сантиметров это при конечно при очень хорошем раскладе но бывает такое исключение как у нас черноземь у нас питательный грунт достаточно питательный чернозем достаточно большой то есть до 40 сантиметров у меня доходит на участке и вот этот питательный грунт мы его будем использовать снова при посадке мы мешаем его с перегноем с торфом и засыпаем уже саженец у меня сорт вишни называется харитоновская это сорт вишни очень урожайный дерево среднерослое где-то достигает высотой 2-3 метра даже не среднерослое а низкорослое можно так сказать вкус вишен кисло-сладкого универсального назначения косточка отделяется очень хорошо сорт устойчив к основным вирусным заболеваниям особенно устойчив к микозу это коварнейшие заболевания средний вместо ягодки где-то заставляет 5 граммов сорт частично самоплодный лучшими опылителями являются сорта владимирская и жуковская единственный минус данного сорта то что у него косточка слишком крупной для ягодки но это опять знаете очень так относительно на самом деле сорт просто замечательный лучше конечно давать предпочтение закрытой корневой системой когда в контейнерах продают вот у если у вас такая же ситуация как у меня с открытой корневой системы очень часто растение покрывает такой болтушкой глиняной лучше бы конечно ее отмыть обязательно нужно подрезать корешки где-то на расстоянии 1 2 сантиметра и обязательно макушке освежить для того чтобы сошел рост боковых побегов замачиваем гидрооксин и корнеобразователь любом которым вы доверяете лучше даже я советую вам замочить на сутки или на на целую ночь и после этого мы начинаем посадку поставим саженец вот на такой холме как я уже сделала прижимаем его хорошо обязательно расправляем корешки чтобы они самое главное у вас не загибались и начинаем присыпать землей если вы начинающий садовод положите вот так черенок лопаты это будет вам показывать уровень земли до которого вы должны будете засыпать вишенку лучше все вот так уплотнить рукой и сейчас хорошенько пролить водой дело в том что вода она и сама затянет корешки вниз проливаем слой за слоем и сейчас я еще засыплю питательным грунтом обязательно втыкаем кол это обязательно явлей конечно тут у меня кол не совсем верный нужно по длине и кол для того чтобы дерево как можно меньше колыхался от ветров в результате разных различных атмосферных осадков чтобы она меньше травмировать не раскачивал соответственно нас не будут образовываться у корня пустоты и дерево будет лучше себя чувствовать перед тем как сажать деревья обязательно нужно измерить кислотность почву померьте перед тем как сажать ваши деревья плодовый сад если кислотность почвы у вас достаточно высокая то в посадочную яму мы вносим золы и доломитовую муку доломитовая мука будет способствовать раскисление почвы и зола тоже является тоже раскислителем почвы это вот обязательно не забудьте померить кислотность вашу почву мы возвращаемся к нашему саженцу пристегиваем колышку в трех местах для того чтобы она меньше раскачивалась очень удобно использовать хомутики они не травмируют дерево мягкие и в то же время очень такие плотные теперь моего сейчас хорошо просто прольем для того чтобы как я уже сказал чтобы корневая система даже если где-то что-то случилось она немного загнулась чтобы все ушло вниз но такую вот вишенку которую я посадила нужно где-то но два-три ведра 3 даже лучше если вот вы проливаете слоями то два ведра сверху будет достаточно и обязательно сделайте бортик чтобы вода у вас не уходила за территорию вот того места где вы посадили то есть за территории посадочной ямы я бы советовал вам на протяжении вообще первого года регулярно делать вот такой особенно первые дни когда у вас будет после посадки когда быть вишенка особенно если сухая погода следите за влажностью и поливайтесь корневообразователем поверьте процесс приживаемости будет гораздо быстрее и качественнее оставайтесь с нами все подписывайтесь на наш канал следите за нашими новостями и всем пока